Итак, я хотел поговорить еще немножко про линейные перспективы. Значит, мы напомним, что линейный перспективатор – это какая-то такая возможность. Значит, давайте считать, что у нас двух классовая классификация, у нас два класса – единичка и минус единичка. И наше предсказание выглядит как применение функции signum, как какая-то линейная функция. Ну, давайте я сейчас напишу ее в таком виде. Давайте я в явном виде добавлю сюда какой-то некоторый зверь, который позволяет разделительной прямой проходить не обязательно через ноль видеоугольник. Мы считаем, что у нас Y… Ну, формально signum может принимать значение ноль, но мы считаем, что это редко бывает. и не переказывается. Дальше, ну вот, любая такая модель, любая модель, которая делает предсказание по такому правилу, называется линейным перспективатором. Дальше возникает вопрос, как обучаются вот эти леса, ну, как их находятся. В зависимости от этого у вас возникают разные линейные классификаторы. Вот один из примеров линейных классификаторов мы обсуждали раньше – это логистическая регрессия. Да, если вот эти вот леса обучаются в соответствии с функцией максимизации правдоподобия для логистической модели, то эта штука называется логистической регрессией. Можно ставить другие задачи, можно по-другому выбирать другие принципы обучения, хотения вот таких самых оптимальных лесов. Ну, в данном случае оптимизируется, в данном случае выбираются другие, выгадается один из лесов. Я хотел сказать про модель, которая одно время была очень популярной, которая называется метод опорных векторов – Support Vector Matches. Давайте представим себе для начала, что у нас есть такая задача с идеальным разделением. Давайте представим себе, что у меня есть два класса. Допустим, вот этими квадратиками обозначается класс 1, и, скажем, 2, она обозначается класс 1. Допустим, я хочу… Вот это вот моя обучающая выборка, и дальше я хочу как-то провести разделительную прямую. Значит, мое предсказание, вот эта вот функция, она делит плоскость как-то на две части, разделяет их прямой. И как правильнее всего провести эту разделительную прямую? Вот в этой ситуации. Понятно, что мы хотим, чтобы все вот эти точки консифицировались как минус единички, а все вот эти точки как плюс единички. То есть вот прямую можно проводить, ну, как-нибудь, вот так, вот так. Есть много разных способов это сделать. Или, например, вот так. Какая из этих трех преимуществ вам кажется самой правильной? Первая, вторая или третья? Третья. Третья, а почему она вам кажется правильной? Да. Во-первых, это было сложно. Постанье больше. Ну, да, но про наклон непонятно здесь. Здесь и первая, значит, первая имеет как бы высокий наклон, а то и низкий наклон. Но наклон здесь не совсем понятно, насколько он имеет какое-то отношение. Да, а вот, ну, третья прямая, она хороша тем, что вот эти вот все точки далеко от нее. А почему это хорошо? Ну, потому что мы верим, как правило, мы предлагаем в таких моделях, что у нас есть какое-то такое правило, что точка, которая близка, допустим, вот эти вот, она будет иметь такой же класс, как эта. То есть мы верим в какую-то такую, что-то типа непрерывность. Ну, понятно, что здесь нет непрерывности, потому что у вас функция, значит, единица минус единица, безусглядное множество. Такая функция не может быть непрерывной всего. Но мы верим в такую вот, что чаще всего функция скорее непрерывная. И поэтому если у нас прямая, например, вот эта вот вторая прямая, проходит очень близко вот сюда, то высока вероятность того, что какую-нибудь вот эту точку наш классификатор расклассифицирует неверно. Потому что, скорее всего, вот эта точка будет относиться к вот этому классу, а он ее расклассифицирует как вот эта. Поэтому вполне естественно, вот в таких вот условиях вполне естественная идея провести эту прямую так, чтобы она проходила как можно дальше от всех этих точек. Ну, это можно переформулировать эту задачу, можно переформулировать таким образом. Значит, я хочу нарисовать вокруг моей разделительной прямой, нарисовать некоторую полосу. Я хочу, чтобы в эту полосу никакие точки из обучающей выборки вообще не попадали. Если я могу сделать такую полосу, то это как раз и означает, что точки обучающей выборки далеко одна отделяющая прямая. Это, естественно, возможно сделать в том случае, если у меня есть вот такое вот идеальное разделение. Если, в принципе, прямая, которая идеально отделяет оба класса, значит, эти два класса друг от друга, она, в принципе, существует. Она, может, не существовала. Но давайте пока рассмотрим именно этот случай. Значит, первый случай – идеальная разделение. Давайте посмотрим, как у нас устроена будет вот эта полоса. Давайте рассмотрим полосу вот такую. Значит, вот я хочу провести три прямые. Одна прямая задается, вот это наша разделительная прямая, она задается уравнением WX плюс B равняется нулю. И еще я хочу провести две прямые. WX плюс B равняется минус единице, WX плюс B равняется единице. Ну, во-первых, понятно, что все эти три прямые будут параллельны. И, значит, как все будет устроено. Вот я провожу мою вот эту вот часть, я думаю, WX плюс B равняется. Чего я хочу сделать? И вот тут будет еще две прямые. Вот это, допустим, WX плюс B равняется… И смотрите, чего я хочу сделать. Я хочу сделать так, чтобы эта полоса была как можно шире. А как сделать так, чтобы эта полоса была как можно шире? Для этого что можно делать? То есть, в основном, как посчитать ширину этой полосы? Да, вот что значит раздвигать в терминах W? Как найти расстояние от точки до прямой? Или от точки до гиперплазкости? Так вот, если у нас есть прямая AX плюс BY равно минус плюс C равно 0. И, соответственно, точка с координатами X0 и Y0, то расстояние от этой точки до X0 равно, соответственно, модуль AX0 плюс BY0 и X0. Расстояние от точки до прямой, смотрите, как все у нас устроено. У нас это будет не расстояние просто от точки до прямой, а у нас это будет расстояние от точки, которая вот здесь, на вот этой прямой. Но, ну, смотрите, как бы, чем больше W, вот, я могу вот это W, я могу его умножать на константу. От этого, сейчас, значит, мне нужно умножать. Значит, видимо, и W, и B я могу умножать на константу, от этого вот эта прямая не поменяется. Ну, вот эта вот, которая посередине проходит, не поменяется. Вот, а вот эти две прямые, они будут сдвигаться. Причем, чем меньше у меня модуль W, чем меньше норма W, тем полоса будет шире. Да, я хочу, чтобы у меня вот эта прямая, она была бы у меня. Чтобы прямая, которая проходит вот здесь, вот эта прямая, чтобы она была бы устроена. Ну, на самом деле, ширина этой полосы – это просто… Это просто что-то вроде единиц разделить на норму я передумываю, или что-то в этом? Причем. Да. а большое другое, что это позинаты вектора вещества да, правда соответственно, мы должны вместо ix плюс вещества можно записать омико посередине омико x плюс 7 и поделить на норму тоже ну, сейчас, дайте я сооружу, челюсть происходит вот если b убрать, ну все в ноль привести до единицы, длить на w, это одинаково из 0 до, думаю, не на любой дизель, у нас 0 будет ровно на 2 либо равна 1, либо равна 1 если b да, ну давайте, да, действительно так и сделаем давайте просто вернем систему кардинал так, чтобы у нас эта прямая проходила бы через 0 а, может быть, так более проще и тогда да, тогда, тогда просто если мы если мы поставим любую точку на нижнюю то у нас в нашей формуле в очистителе лучших век раз 1 в веках век раз норма да, ну что, верим в то, что сейчас на полосе так, вроде похоже вот, поэтому, ну, можно думать просто так что, ну, у нас эти вот две прямые это просто линии уровня вот этой вот функции wx плюс b и чем больше норма тем сильнее наклон этой самой прямой в направлении перпендикулярном чем больше наклон этой плоскости в направлении перпендикулярном это разделяющей прямой так похоже на просто наклон не, 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 не вот такой наклон уровень этого графика да ну, сейчас то есть это означает что мы хотим что добавим а все точки классифицированы это такая задача метод главных метода формных векторов а при условии что у нас есть идеальное разделение при условии что такая полоса существует одну вещь чтобы не обмануть вас а да что давайте я буду минимизировать не на самом деле мы хотим мы хотим больше чем вот это не просто что мы все точки классифицировались правильно а мы хотим чтобы все точки лежали вне полосы нужно мультифицировать это условие чтобы все точки лежали вне полосы на границу можно попадать соответственно в нем случае мы делаем следующую вещь мы во первых вот здесь разрешаю вот эту штуку все-таки нарушать то есть мы разрешаем . время времени попадать в нашу полосу и даже попадать вообще на другую сторону если случай не разделим это означает что никак другого мы не сделаем но мы хотим чтобы эти нарушения были маленькие у нас возникает такая задача во первых вот эта штука а а а а Нет. Почему модуль? Мы можем уставлять 6 единиц, а это будет минус 1. Нет, когда он приходит, он помирается на 3 единиц. Сейчас. Значит, в равных 3 единиц может быть 0, и в пикле может быть единица. В разности это минус 2. Если мы уставляем обычно единицу, чем минус 2. Сейчас. Вот это условие, оно говорит следующее. Во-первых, оно говорит, что точка ИТ классифицирована правильно. А ИТ это либо единичка, либо минус единичка. Благодаря тому, что здесь просто произведение этих двух штук, значит, вот эта вот штука, она положительна, если ИТ классифицирована правильно. И отрицательна, если ИТ классифицирована не правильно. Нет, здесь я вроде бы не ошибся. Соответственно, мы переходим отсюда вот сюда, вот вводим некоторую такую, как говорят, релаксацию. Значит, разрешаем этой штуке быть меньше, чем единицы. Но при этом мы хотим, чтобы вот эти вот ситы были бы как можно меньше. Поэтому теперь, вместо того, чтобы рассматривать просто минимизацию, мы будем минимизировать вот такую штуку. давайте я, давайте я просто... Здесь есть какая-то константа. И вот эту вещь мы хотим по-прежнему не вызывать. Значит, C это некоторая штука, которая показывает, насколько сильно мы штрафуем нашу модель за то, что у нас возникает точка нарушитель. Сейчас я смотрел, эти C тоже параметры. Да, да. Значит, вот эта вот минимизация, она происходит и по W, и по C. Ну, на самом деле, эти кситы, они более-менее однозначно просто вычисляются в этой штуке. Вот. А кситы могут быть больше, да? Могут быть, да, конечно. Но если у нас есть точки, которые... Ну, понятно, что... Значит, более того, обязательно, чтобы были такие кситы, потому что... Потому что, если таких нету, то это означает, что мы смогли бы идеально разделить нашу... Значит, нашу эту самую штуку. И это означает, что всех ситы, на самом деле, нулевые. Ну, по крайней мере, их можно сделать с нулевыми. Хотя, может быть, вот эта оптимизационная задача не сделать с нулевыми, потому что она может... Может быть, здесь C будет маленький. Вот, в общем, вот это вот C, оно влияет на то, насколько нам важно, относительно важно расширять полосу, или нам важно, чтобы у нас было меньше и меньше нарушить. С одной стороны, мы хотим, чтобы полоса была широкая, с другой стороны, мы хотим, чтобы тот же, который что-то нарушил, был как можно меньше. Вот. Ну вот, собственно говоря, задачи, которые здесь возникают, выглядит вот так. На самом деле, то, что я сейчас рассказал, носит, скорее, такой характер исторического экскурса, по крайней мере, по моим текущим ощущениям. Потому что методопорных векторов, особенно не вот сам он, в том виде, как он сейчас рассказал, его некоторая модификация под названием, значит, методопорных векторов с ядрами, kernels, он в свое время был очень популярен, потому что это был, в общем, более-менее истинный способ, как можно было решать там задачи типа распознавания образа. Вот. В какой-то момент он стал популярен. Но после этого пришли в какой-то момент нейронки и просто вынесли все. И, в принципе, сейчас со своим можно встретить, но это явно не самый популярный момент. Но мне кажется, что вот немножко про него надо было сказать, но я думаю, что я не буду говорить более подробно. Значит, давайте я скажу дополнительные слова про классы совсем не разделимы. Представьте себе, что у вас вот какая-то вот такая штука. Вот такая штука. И понятно, что тут как прямую не проводи, ничего вы не отделите ни от чего. И более того, если вы ее даже проведете, то, скорее всего, это будет не то, что на самом деле разделяет эти два класса. И что делать в этом случае? Ну, на самом деле, одна из действий состоит в том, что на самом деле нам не нужно ничего кроме линейных моделей, потому что любую такую задачу можно свести к значке, которая будет хорошо решаться линейной моделью, но только для этого нужно добавить новый признак. Какой бы новый признак вы добавили, чтобы научиться хорошо разделять два класса на эту картину? Радиус вектор. Радиус вектор, да. Можно было просто взять, можно было просто взять, добавить новый признак x3, x1 в квадрате, x2 в квадрате. Ну, не важно. Радиус вектор, квадрат, радиус вектор, длины радиус вектора. Вот. И после этого, вот в этом новом пространстве, в пространстве x1, x2, x3, вы чудесным образом все линейно разделите. Вы просто разделите законом, там, x3 равняется константа. Дальше возникает вопрос, а как эти вот новые признаки придумают? Понятно, что если у нас вот такая вот простая модельная картинка, то это легко. А если это реальные данные в каком-нибудь диком многомерном пространстве, и вам нужно придумать, как создать такие переменные, чтобы все хорошо разделялось. Ну, и тут, на самом деле, несколько подходов. Один из подходов состоит в том, что вы используете какое-то знание о том, чего эти признаки вообще означают, да, какие-то, какое-то domain knowledge, какое-то знание про вашу предметную область. И пытаетесь из каких-то общих соображений придумать, что, ну, вот, наверное, там, я не знаю, если вы, если вы, там, делать какое-то исследование, делать какую-то предсказательную модель, я не знаю, которая работает с демографическими данными, то вот там вот, может быть, я не знаю, сложить возраст с доходом, может быть, это хорошая идея, а умножить. Сложить не имеет смысла, это не повлияет на деньги. Допустим, умножить что-нибудь на человека. Ну, я сейчас фантазирую. Значит, другой подход состоит в том, чтобы вместо того, чтобы в явном виде находить вот эти новые переменные, явно, а переходить к так называемой двойственной задачей, когда все переписывается, вся задача, вся переменационная задача переписывается через некоторые скалярные произведения, и после этого вы можете просто придумывать новые скалярные произведения, новые ядра, и вот с этими новыми скалярными произведениями работать. И это будет соответствовать тому, что вы создаете новые переменные, как бы, но в явном виде вы это не делаете. И это было бы очень популярно. Но я не буду сейчас про него подробно говорить, потому что, как я сказал, что, в принципе, это все было более-менее снесено нейронками и другими методами. Вот. Ну, вот, собственно говоря, то, что я хотел сказать про… метод опорных векторов. Да, надо сказать, почему они опорные векторы. Дело в том, что, если вы вот такую задачу решаете, то у вас фактически на дубль B будут влиять только те точки, на самом деле. Вот, допустим, вот эта точка никак не повлияет на ширину этой полосы, потому что эта полоса упирается в какие-то точки раньше. И вот эту точку я могу оставить здесь, могу тащить ее туда, а могу вообще выкинуть. Это никак не повлияет на работу модели. И это в какой-то мере позволяет упростить вычисления в этих моделях. В общем, это, видимо, одна из причин, почему этот метод довольно популярный. Вот. Ну, хорошо. Значит, это первое, что я хотел сказать. А вторая история, о которой я хотел сказать, уже более близка к сегодняшнему дню. А именно эта штука, которая называется «Решающая деревня». Эта! Спасибо. 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 Что такое решающее дерево? Решающее дерево – это такой алгоритм, который устроен таким образом, он задает вопросы про переменные, вопросы, например, такого типа. Правда ли, что хоть и первая больше, чем т первая? а дальше он может задать еще вопрос вопрос здесь допустим здесь например ну вот пример решающего 9 то есть что это означает если буду строить если если это то есть вот этой вот области там и дальше спрашиваем правда ли что у нас есть изначально плоскость мы каждый раз на первом шаге просто проводим какую-то гиперплоскость x и т равняется т и тому x и житая равняется проводим какую-то плоскость разделяем все пространство на две половинки потом в каждой половине мы делаем то же самое и так пока не надо ну вот пример решающего дерева это такой довольно естественный способ думать про какие-то алгоритмы классификации вы хотите определить давать человеку приедет или не давать вы смотрите ага он вообще нигде не работает нет сразу отказать или вы смотрите ага он вообще нигде не работает но зато у него на счету миллион долларов вы говорите ага ну ладно миллион долларов на счету можно дать еще полмиллиона кредит но если у него если он не работает у него нет миллиона долларов на счету то точно отказаться вот в принципе как бы если думать про то как человек думает это будет очень похоже на вот такой вот дальше возникает естественно как обычно вопрос ну вот я описал некоторые семейства функций а дальше возникает вопрос а как нам находить вот эти вот хикс по каким переменным задавать вопросы и какие пороги использовать и здесь используется что это означает это означает что мы вот это дерево растим сверху вниз но почему-то мы в математике любят деревья расти сверху вниз а не по-человечески вот и каждый раз мы просто вот у нас есть какая-то какая-то некоторая функция которая оценивает то насколько плохо она будет мы ее как-то пытаемся минимизировать ну давайте давайте я приведу пример допустим 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 вот так и какое первое какое первое разделение сделать ну да во первых у нас есть конечное количество способов это сделать мы можем вертикали по горизонтали и у нас есть конечное множество мест в которых мы можем провести это разделить собственно говоря здесь по горизонтали можно провести в двух местах разделения смысле да 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 это какое-то вещественное число ну потому что нам не важно мы проведем разделение вот так или мы проведем разделение вот так с точки зрения с точки зрения того как взобьется наша обучающая выборка это неважно с точки зрения предсказания потом это может быть важно но мы посидим постоянно на самом деле неважно потому что потому что сконечное количество элементов обучающей выборке и на самом деле ну что мы сделаем мы просто допустим посмотрим на все посмотрим на все x первые координаты всех этих точек да и просто вот они здесь как-то будут отлично и мы просто пойдем между двумя точками между любыми двумя соседями точками можно можно поставить эту самую разделяющую тышку но их конечные числа примерно столько своих объектов выборки но это не так шумно вот поэтому мы можем делать поэтому мы можем просто перебрать все возможные способы разделить перебрать все возможные перемены и все возможные способы разделить а дальше только единственное что нам нужно сделать это нам нужно выбрать а все таки на чем же мы остановимся как выбрать как выбрать правильный способ на одном шаге разделение тут есть разные способы это делать но вот задача классификации нам нужно ввести как это что-то называется информация информация то есть нам нужно ввести некоторую функцию которая померяет насколько хорошо наше разделение ну вот например давайте посмотрим на вот это вот что если делить по горизонтали то как лучше делить я считаю что у меня здесь единица а здесь двойка два значит двойку лучше чем единица почему ну да можно было бы можно было бы повозиться с точностью полнотой да если классов больше чем два то там с точностью полнотой уже будет сложно поэтому мы сейчас введем функции которые будут работать в том числе для многобасов по крайней мере ну а так понятно что вот такое разделение нам лучше потому что мы отнесём все вот это вот в класс кружочков всё вот это вот отнесён в класс звёздочек если на этом процессе закончится Он не обязан на этом вместе закончится но каждый раз когда мы делаем это разделение мы как бы думаем что это разделение будет последним И что после этого нам нужно будет сказать, какое у нас будет предсказание с одной стороны этого зрения, и какое предсказание с другой стороны этого зрения. И поэтому мы бы хотели, чтобы вот эти наши кусочки, на которые мы разбиваем нашу выборку, чтобы они были бы как можно более однородными. Вот в идеале, чтобы там вообще все элементы обучающей выборки были бы одного класса. Поэтому, конечно, двойка лучше, чем единица, потому что, когда мы выбираем двойку, у нас вот здесь все элементы почти одного класса, а здесь все элементы вообще одного класса. Ну, а хорошо, а может быть нам нужно не по x1 делить, а наоборот по x2. Значит, здесь есть такие варианты. Вот так, вот так, вот так, вот так. Значит, здесь, если выбирать среди этих вариантов, то, ну, тут уже надо, тут уже надо как-то аккуратненько посчитать, потому что, ну, вот с одной стороны, самый нижний хорош тем, что у него вот здесь, ну, да, видимо, самый нижний, но тут самый хороший, а так, с точки зрения здравого смысла. Потому что у него одна половинка состоит из кружочков, а в другой половинке будет 1,3 звезды, чем 2,3 кружочков, но это не зависит от того, как мы вот это вот двигаем. Это будет в любом случае. И здесь, и здесь, и здесь. Вот, и теперь нужно выбрать между вот этой горизонталью и вот этой вертикалью. Какая лучше? Вертикально лучше. Ну, опять же, что это, почему мы говорим, что вертикально лучше? Ну, потому что действительно у нас вертикально, вот здесь вот все вот эти вот штуки относятся к одному классу, а вот этих вот, вот среди вот этих, тех, которые относятся к звездочкам, их, как бы, подавляющее большинство. Здесь только одна точка, которая относится к другому классу. А когда мы так по горизонталью делили, ну, здесь будет 1,3 звездочек, и это, в общем, хуже ситуации. Совершенность здравого смысла. Я пока не вводил никакие аккуратные метрики. Вот. Но давайте я скажу, какие бывают популярны те самые метрики, которые меряют. Сейчас. Наверное, не промышленный пункт, а не пункт. То есть, которые меряют то, насколько наш кусочек выборки, который мы выделим, насколько он неоднородный. И есть две популярные штуки. Одна называется джинга. И она устроена так. Да? Ну, вот смотрите, пусть у нас есть... Пусть есть... Пусть есть... И ПИТ... Это... тогда сумма вот такая штука это на самом деле вот что такое это представьте себе что мы выбираем случайный если у нас есть если у нас есть ящик у которого есть какие-то шарики разных цветов каждый цвет соответствую классу и мы просто выбираем из этого шарика с возвращением я выбираю за эту ящику два шарика с возвращения то эта штука она меряет какова вероятность того что эти два шарик окажутся разных цветов мы с вероятностью пейты вытащим шарик цвета и и нам нужно после этого эту вероятность умножить на вероятность того что во второй раз мы вытащим шарик нет цвета и понятно что вот эта штука она тем если так оказалось что у нас все вообще одного и того же цвет то это означает у нас просто а если у нас все все цветов поровну максимально вот эта вот штука который про который я здесь говорю это способ оценивать насколько не равномерно получилось какое-то множество элементов вот множество элементов нашей исходной допустим исходной обучающего мы его сейчас используем для того чтобы сформулировать чтобы сформулировать просто как работать очень просто он будет просто минимизировать вот это самый для тех пусков на которые он развивает наша наша обучающего мы как бы хотим чтобы у нас чтобы вот этой половинки и для вот этой половинки ну там на что-нибудь умножу и сложу мы хотим чтобы вот эта штука была бы как можно меньше вторая штука это энтропия это просто вот такая вещь сумма вот я честно говоря никогда не мог понять как бы но там я не знаю если вы используете решающие деревья в сейкетлюан то он вам предложит на выбор но вот как минимум вот эти две опции у меня никогда не было никакой интуиции насчет того в каких ситуациях какую лучше выбирать возможно самый правильный способ это попробовать одну попробовать другую просто просто сравнивать не было никаких технических вот в принципе они верили очень похожие вещи и соответственно мы хотим сделать следующее минимизировать ну вот в задачах в задачах задач классификации обычно делают вот что мы просто перебираем все возможные способы разделения по одной переменной другой переменной по третьей переменной сколько у нас их всего есть для каждого из этих разделений мы получаем соответственно левую и правую половинку для каждой из них можно вычислить например вот какую штуку и после этого просто выбрать минимум то разделение которое дает на минимум вот для вот этого выражения здесь ну понятно это просто я просто беру среднее значение 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 ну вот если окна с окна кино о Дальше все остальные шаги делаются так. Мы сделали, допустим, первый шаг, разделили вот так. После этого нам нужно сделать второй шаг. Но вот с левой половиной понятно, что никакого второго шага делать не нужно, потому что она уже хорошая. Там уже все точки одинаковые. А с правой половиной можно сделать еще один шаг. Ну а теперь мы просто думаем о том, что у нас нет никакой первой половины вообще, мы про нее забыли, и смотрим только вот эту правую половину. И применяем к ней ровно тот же самый алгоритм. То есть это означает, что мы теперь выбираем, где провести горизонтально. Вот тут, вот так вот. Или вот так вот. Или вот так вот. И те кусочки, которые у нас получаются, допустим, вот такой кусочек, вот такой кусочек. Вот. И так мы можем продолжать, в общем, пока не надоест. А почему, как получится такая ситуация? Чтобы вот одна часть у нас устраивалась, значит, по-другому... Нет, нет, не обязательно. Мы можем продолжать делить, мы можем и обе части продолжать делить, не проблем. Просто они делятся как бы независимо друг от относительно друга. Да, именно так. Она так и будет выглядеть. Давайте я... Ну вот, собственно говоря, вот картинка, которую я тут рисовал. Вот у нас, например, вот мы сделали первый шаг, потом мы сделали вот такой второй шаг, вот такой третий шаг и вот такой четвертый шаг. Вот. И, допустим, вот все вот это вот мы говорим, что вот это вот относится к классу 1, например, а все вот это вот относится к классу 1. Типичный результат работы... Типичный результат работы, решающий, он выглядит как-то вот так. Вопрос. А мы вот когда вот перебираем алгоритм, выбираем какое-то конечное множество икситых, там, больше таких слов, да? Ну, да, на каждом шаге нужно облить две вещи. Во-первых, по какой переменной мы делаем разбиение, и, во-вторых, какое пороговое значение. Ну, мы эти пороговые значения, мы должны выбросить какое-то конечное число. А их, да, мы просто все возможные переберем. Их всех возможных конечное число, потому что, ну, по крайней мере, с точки зрения, с точки зрения обучающей выборки, их конечное число, потому что в обучающей выборке конечное количество элементов. И поэтому способов их разделить, ну, как бы, я говорю, что вот если я, вот представьте себе, что вот я провел прямую не вот так, а вот чуть-чуть левее. Но выборка разделилась ровно на те же две половины. Поэтому на самом деле мне просто важно то, на сколько отрезочков разбивается окс, если я на этой оси, если я на эту ось спроектирую все элементы моей выборки, я просто на каждом отрезочке выбираю по порогу. И будет конечное число, которое будет примерно равно количеству элементов выборки. Это может быть большое число, но при этом, в основном, все задача проста. Все вот это вот прогнать просто в большом цикле и посчитать вот эту вот такую вот функцию, но это быстро. А если бы у нас, понимая, не обязан было бы быть в параллеле не всех с ней? О, да, есть такое дело. Это уже немножко другая задача, которая, теоретически, можно было бы, вот тут у нас прадикатор, который вот здесь вот мы пишем, он как бы ужасно узкий. И действительно возникает мысль, а давайте, а может быть, мы бы его расширили. Может быть, здесь писать не просто х больше, чем т, а какой-нибудь дублевый х больше, чем т. Да, проводить всевозможные прямые. Теоретически можно. На практике никто такого не делает, потому что, ну, потому что, на самом деле, даже вот в таком, даже в таком виде решающие деревья, они слишком склонны к переобучению. Если мы сделаем их еще более гибкими, то они будут еще сильнее склонны к переобучению. Вот, склонны к переобучению, потому что мы их можем растить до бесконечности. И тут важно понять, когда остановиться. Но теоретически никто нам не мешает их растить, растить, растить. И так, что мы просто, ну, что в конечном итоге у нас в каждом, в каждой терминальной вершине будет просто элементы только одного класса. А мы уже экстремент просто. Или они могут повторяться? Они могут повторяться, да. Они могут повторяться. Никто не говорил, что нам нужно обязательно чередовать сначала первое, а потом второе переменную. Да, здесь я специально написал, что это XI первое, XI второе, а не XI второе. Да, ну и, собственно говоря, вот здесь видно, что, видите, значит, я здесь сначала провел вертикаль, допустим, потом я провел горизонталь, но, в принципе, я мог бы, ну, окей, в принципе, вот здесь я скорее чередую, но это просто у меня так отинтересовалось. Теоретически можно было бы просто всегда дверь по XI. Вот. Понятно, как работает алгоритм решающий телевизор? А вот докуда он считается, это хороший вопрос, потому что, с одной стороны, никто нам не мешает считать двух плохо. Поскольку у нас каждый раз, каждый раз мы все-таки на что-то делим, у нас количество элементов, количество элементов в очередной половинке, оно всегда уменьшается, то, в принципе, за конечное количество переходов мы дойдем до той ситуации, когда у нас в каждом, в каждой терминальной вершине будут элементы только одного класса, и вот этот или вот этот класс мы будем предсказывать. Но это не факт, что это хорошо, потому что, ну, вот представьте себе, что у нас какая-нибудь такая история. Это у меня есть. Ну вот, как бы, если вы сделаете решающее дерево, которое вам дойдет до конца, до идеального, до нулевой ошибки на обучающем выборке. То, что это означает? Это означает, что оно сделает что-то в таком роде. У вас будет какое-нибудь, там, сначала, допустим, вот такое разделение, потом доминировать вот такое разделение, потом тут какое-нибудь вот такое разделение, и, допустим, вот такое разделение, вот такое, и, допустим, вот такое, и вот такое. Чем-то в таком роде. То есть это означает, что вот эти вот области, они будут отнесены кружочкам. Но при этом совершенно не факт, что это хорошо, потому что, скорее всего, вот эти вот точечки, судя по тому, что они тут так хорошо окружены нориками, скорее всего, точнее, вот эти вот штуки, они будут отнесены к квадратикам. Но, скорее всего, это не очень хорошо, потому что, скорее всего, вот эти вот квадратики, это просто какой-то шум. То есть мы, опять же, мы бьемся с той же проблемой, которая у нас уже была, которую мы уже обсуждали, что у нас данные могут, и обязательно содержать в себе какую-то шумовую компонент. И нам нужно на этот шум не настраивать нашу модель. А решащее дерево, оно, ну, вот если это решащее дерево растет до конца, оно как раз будет настраиваться на этот шум. Вот представьте себе, что просто из-за какого-то шума вся вот эта вот полоса оказалась неправильно персифицирована. Это нехорошо. Потому что мы могли бы, допустим, запустить наш процесс генирования данных еще раз, оказалось бы, что там нет вот здесь вот этого шумового компонента, а есть кружочки, которые там явно доминируют. Вот. Поэтому просто индивидуально решающие деревья, ну, во-первых, их, как правило, не строят до конца. Есть разные критерии остановки, есть разные способы, как выбрать, в какой момент остановиться. Ну, допустим, если вы будете использовать, опять же, санхитлер, но вы, скорее всего, будете его использовать там. Критерии остановок такие, что вы просто ручками говорите, что, например, растите дерево глубины не больше такой. То есть у вас будет вот этих вот уровней, допустим, не больше четырех. Вот просто можно жестко это задать. Или можно жестко задать, что у вас в каждом, в каждом листе, вот в этой вот, в каждой терминальной вершине, должно быть не меньше, чем там пять элементов. Вот просто дошли до пяти элементов, все, останавливаетесь. И так далее. Там есть еще, может быть, какие-то критерии остановок, но вот они такие довольно явные. В принципе, можно делать менее явные критерии остановок. Например, в R есть пакет партий, который использует метрористические тесты для того, чтобы определить, когда нужно проведать определение, когда не нужно. Но так иначе это какие-то гиперпараметры, которыми вы сами управляете. Но на самом деле решающий дерево, вот именно из-за того, что... На самом деле решающее дерево, оно хорошо тем, что это довольно понятный алгоритм, и он похож на то, как думает человек, если бы человеку попросить написать алгоритм принятия решения. Скорее всего, он рисует что-то похожее на решающий дерево. И это хорошо. Плохо то, что... Плохо то, что... Во-первых, они склонны переобучаться. Во-вторых, они на самом деле не очень-то гибкие, потому что решающее дерево исходит из предположения, что у нас на каждом шаге все зависит от одной переменной. И, например, если представить себе, что у меня данные как-нибудь вот так устроены... Как-нибудь вот так вот. Что было бы очень легко для... Значит, удивительного класса... А смыслным образом было бы очень легко для винирового классификатора. Но если бы мы построили брюшарщее дерево, то нам пришлось бы здесь построить много каких-то вот таких вот ступенек, для того, чтобы отделить один раз от другого. Вот так что-нибудь действует. Приближать диагональ к такой ступенечной полиции. И это не очень хорошо, потому что это означает, что для того, чтобы ее как-то разумным образом приблизить, но, опять же, нам нужно было бы строить глубокое дерево, а чем дерево глубже, тем он сильнее переобучается. И в этом смысле это не очень хорошо. Но оказалось, что, несмотря на вот эти недостатки, оказалось, что решающие деревья не являются очень хорошим строительным материалом для создания более сложных моделей машинного обучения. В частности, для создания решающих лесов и градиентных бустингов, о которых мы поговорим в следующий раз. Для так называемых ансамблемых моделей. Когда у вас есть не один алгоритм, а как бы много похожих алгоритмов, которые как-то объединяются для того, чтобы решать общую задачу. Но понятно, что прежде чем мы будем говорить, как объединять решающие деревья, хорошо понять, как принципы работают. вот это проезжающие деревья для классификации. Есть ли вопросы про него? Если вам дают компьютер на полчаса времени, вы реализуете этот алгоритм? Понятно, как он реализуется? Интересно, за сколько я реализовываю? Я никогда не пробовал реализовывать деревья, но это хорошее упражнение. Понятно, что мы в любом случае возьмем из сайки для одного, но упражнение хорошее. Так, если есть вопросы, я сейчас по этому алгоритму задаюсь. Хорошо. Давайте расскажу еще про применение решающих деревьев. Да, на самом деле, есть вопрос. Но вот я сказал, что у нас в итоговом классе, в итоговом вот этом вот терминальной вершине в листе, может быть, все-таки не обязательно, чтобы они были бы, чтобы эти элементы, которые остаются там, элементы обучающей выборки, чтобы они все были одного класса. Они могут быть разных классов. Но как тогда принимать решение о том, какое предсказание делать? Мы дошли, до конца минуты, до силы, а тут несколько объектов в следующем месте. Какое дело предсказание? С наибольшей давности? Ну, да, как правило, так и происходит. Плазка предсказания с наибольшей давности. Вот. И, соответственно, если у вас, если у вас, то есть, в принципе, вы можете сказать, что вы предсказываете даже не просто класс, а вы предсказываете вероятность класса. Вы можете сказать, что вот, ну, просто. Для каждого класса будет предсказывать, что его вероятность – это то, какова доля элементов, которые попали в связи с училищами. Они могут быть варимыми, но могут быть и не варимыми. То есть, в принципе, вы... Я могу бы сказать так, что вот у меня был изначально миллион человек, а я хочу поставить решающий дерево в глубины 1. То есть, я хочу задать ровно один вопрос, сформулировать ровно один радикат, и все, и на этом все закончится. Такие решающие деревья называются решающими пнями. Официальное название. Мне тоже очень нравится. Ну, понятно, что если у вас будет выборка изначально миллиона элементов, и вы применяете к нему решающий пень, то у вас в одной половине будет примерно полмиллиона элементов, в другой половине может быть полмиллиона элементов решения в этом ровно. Ну, значит, предсказатель будет выбираться действительно там по самому часто встречающемуся у вас. А вот если вот мы делаем решающий пень, и условия вот проводим не горизонтально, например, а вот как в нашем случае. Да, можно такое делать. Это то же самое, что дневная классификация получается? Да, получается похоже на дневную классификацию, только нужно понять, что у нас там с осом получается. Ну да, это не дневная классификация, она только функция потерь. Там будет какая-то... То есть, в принципе, можно было бы функцию потерь любую написать, можно было бы на локласс. То есть, если у вас бинарная задача, то, в принципе, можно было бы и локласс написать для решающего дерева, и тогда бы это была в точности логистическая регрессия. Я недавно, значит, мы там с коллегами обсуждали одну задачу, там разные модели, которые можно было бы применять. И в качестве одной из моделей, я думаю, что я хочу сделать такую кусочную постоянную регрессию. Я начал на эту тему гуглить, а потом первый же ответ, который я нашел, привел бы мне к тому, что я сказала, ну да, конечно. Надо было сразу так гуглить. Значит, на самом деле, решающие деревья можно использовать не только для классификации, но и для регрессии. Для регрессии жизнью страны ровно та же. Единственное, что вот этот вот киперий заменяется на такой. Давайте я приведу пример. Спасибо. Спасибо. Давайте представим себе, что у меня вообще одномерное пространство признаков, и у меня есть какое-то количество точек. Как-нибудь вот так. И что такое решающие дерево в этом случае? Ну, опять же, мне нужно провести где-то какое-то паромовое значение, и после этого, ну вот, допустим, что я сделал один шаг на решающий алгоритм построения решающего дерева, и на этом остановился. То есть я хочу построить такой решающий пень для вот этой задачи. Что это означает? Это означает, что у меня есть какое-то предсказание вот здесь и какое-то предсказание вот здесь. То есть это означает, что у меня просто моя функция, с помощью которой я буду предсказывать, она просто кусочная постоянная. То есть я, она где-то вот здесь проходит тут, и где-то проходит тут. Сейчас у нас регрессия, поэтому у меня сейчас кончится. А х сейчас пока однажды. Вот. Ну вот, собственно говоря, вот так выглядит график предсказания для решающего пня. Знаешь, возникает вопрос, а как, опять же, выбирать? Что нам нужно выбрать? Нам нужно выбрать куда-то штукало, это выбирается опять перебором. Но теперь нам нужно еще выбрать предсказание здесь и предсказание здесь. Предсказание лёгкого и непредсказание правилы. Как это сделать? Ну, опять же, это вопрос о том, какая у нас функция потерь. Ну вот, если, например, у нас анастичная функция потерь, она очень популярна, в том числе и для деревьев. То, что это означает, как нам нужно провести, например, вот эту вот пневорку. Стереоэкономические у всех вот этих пневмоков, которые находятся здесь. Оно нам минимизирует среднегвадатичное отклонение рассос слева. И справа нам тоже нужно выбрать среднегвадатичное, но надо минимизировать рассос справа. Значит, в этом случае наше security function это просто... Ну, давайте я даже буду писать не security function, а просто скажу, что мы минимизируем рассос. Что такое в этом случае рассос? Рассос это просто дисперсию слева и дисперсию справа. Но мы, на самом деле, хотим их минимизировать так, чтобы... Ну, да, просто... Impurity function это просто дисперсия. И на самом деле это просто все равно, что я выбираю вот эти вот штуки так, чтобы минимизировать общий RSS вот в такой модели. То есть это как будто бы я просто использую обычную регрессию. Но теперь я выбираю не какое-то прямое, а выбираю функцию с вот такого кусочного постоянного глаз. Или что-то же самое. Просто минимизация рассос. Значит, ну, я говорю, что у меня Impurity function это где-то дисперсия, но поскольку я все равно умножу эту дисперсию потом на количество элементов здесь и количество элементов здесь, то я просто восстановлю мою RSS. Ну, как, что такое дисперсия? Дисперсия это... Мне нужно поделить... X, T, M, M... Сейчас я в квадрате. Мне нужно это дело поделить на... Значит, это у меня будет просто... Сейчас. Ну, да. Я думаю, нужно будет поделить на N или на N, и, наверное, не созидать, будем считать, что на N. Соответственно, когда я буду вот эту вот штуку умножать на количество элементов слева и справа, то я просто восстановлю вот эту вот сумму X, T, M, X, T, F в квадрате. Это все. Это ровно то же самое, что RSS. Ну и так далее. Опять же, в диагностике можно обучить один шаг, но дальше, если мы хотим дальше растить наше дерево, то это просто означает, что я теперь должен выбрать одну из этих двух половинок и ее тоже разделить на... Ну, вот эту правую половинку. Разделить вот так вот и... Вот. Получается такая кусочная постоянная функция, которая приближает как-то нашу какую-то ту функцию, по которой мы веним в том, что она выступает. Другой способ думать про решающее дерево, что это такой метод к ближайших соседей, только к меняется. Но вот представьте себе, что у меня какая-то вот такая вот ситуация. То есть вот, допустим, у меня как-нибудь вот так вот все устроено. Здесь у меня точек мало, но при этом они все почти одинаковые. А вот тут вот у меня, допустим, точек будет больше, что у меня будет как-нибудь вот так вот здесь. И решающее дерево, оно будет работать как-то так. Ну, вот оно, скорее всего, допустим, отделить сначала вот эту часть, где дисперсия маленькая, и которую можно, как бы вот, за счет того, что здесь дисперсия маленькая, не знаю, что здесь точек тоже не очень много, но я могу использовать эти... То есть вот эти вот точки, я могу взять большой какой-то участок и сделать одно предсказанное на всех. А вот здесь вот у вас решающее дерево, оно будет как-нибудь, ну, там, я не знаю, в этом случае вот так сделаю, вот такую вот штуку. Потом, допустим, разделить, ну, что-то еще, будет строить, будет строить какую-то нашу такую модель. Вот. Но, в принципе, это очень похоже на метод К ближайших соседей, только расстояние, которое мы выбираем, оно теперь устроено как-то хитрым образом. Ну, вот, если у нас вот эта штука одномерная, если... пространство близников одномерное, то это совсем похоже на метод К ближайших соседей. Так как они фиксированы, ну, зависит от того, насколько мы глубоко это делим. Вот. Если у нас пространство близников более многомерное, то это тоже похоже, но немножко по-другому, потому что мы выбираем каждый раз, мы как бы... Какие объекты оказываются в одном... в одном терминальном решении, в одном листе. Объекты, у которых близки какие-то... какие-то перемены. Какие-то близки. Но другие могут быть далеки. Вот. Поэтому получается такая довольно странная штука, но... В какой-то мере это похоже на метод К ближайших соседей. Потому что тоже выбираются... у точки выбираются какие-то близкие объекты и по этим близким объектам усоединяются. Но что такое близкие объекты, пришедшие деревья, как бы... не совсем понравилось. Вот. Так, может, что есть какие-нибудь вопросы во все это дело? Окей.